Огромные трещины, вызванные землетрясением, несомненно, в магической природе. Абрикандилу. Так, кому-то здесь помогают. Дом моей сестры стоял там, где сейчас провал. Добрые боги, неужели она не спаслась? Приказ командира Терабейт, мы прочесываем город и помогаем раненым. Я исчерпал свои нецелительные силы на сегодня, и надо было усерднее молиться о медали. Сорубить мост из обломков. Включение было выполнено. Рассеченный город. Так, мы можем еще в другую сторону сходить. Чуть-чуть вернуться. Так, че-нибудь подбирается? Так. Ясно. Неочередная атака. Товарищ персонаж Вольжев получил нечередную атаку от врага, начинающий мародер. Неочередная атака – это особая атака в ближнем бою. Персонаж может сделать ее во время чужого хода, если противник спровоцирует ее, открывшись для удара. Вот некоторые действия, которые провоцируют неочередную атаку, если враг пытается совершить их, находясь на контролируемой вами клетке. Попытка покинуть ближний бой, дистанционная атака, попытка встать на ноги из распластанного положения, сотворение заклинания, применение зелья. Как правило, чем крупнее существо, тем большую зону оно контролирует. Некоторые виды оружия, например, глефы, также увеличивают размер контролируемой персонажем зоны. В большинстве случаев неочередной атаки можно так или иначе избежать. Персонажи, выходящие из ближнего боя, делают проверку навыкам обидность, чтобы сделать это, не спровоцировав атаку. Для стрелков есть черта стрельба вблизи плюс, позволяющая безнаказанно стрелять в ближнем бою. Заклинатели, колдующие в ближнем бою, используют оборонительное сотворение заклинаний, стараясь обходить врагов, с которыми не хотите вступить в ближний бой. В общем, ты пешком ходишь. Вот точнее, не так. Здесь вроде все нормально. Беги. А, у него усталость. Бессилие. Понимается, после полноценного отдыха. Ясно. Так, ну отдохнем. Где-то можно отдохнуть. Так, можно что-то сварить. Готовка еды. Персонаж, назначенный на эту роль, может готовить еду и варить зелье одновременно. Чтобы приготовить блюдо, ему потребуется иметь ингредиенты и знать рецепт. Также каждому персонажу доступно изготовление сытного ужина. Он не требует ни рецептов, ни ингредиентов. Эффект от блюда длится 24 часа. Сытный ужин. Съев сытный ужин, вы получите бонус по сытности. Плюс один ко всем проверкам навыков на один день. Так, требуется сложность. Готовки 10. Острый пирожок. Съев острый пирожок, вы получите бонус плюс 5 к скорости передвижения на один день. Так, отлично. У нас все это есть. Так, у нас плюс 6, алхимия. Бонус к проверке знания, мир. В принципе, хорошо бы тебя сюда поставить. Плюс 11. Так, принять. Зелье. Так. Слишком много. Писание свитков. Защитный ритуал плюс 1, это, конечно, плохо. Ладно, пускай будет как было. Это у нас защитный ритуал, и чар ослабляет рост порча. Не могут полностью нейтрализовать ее. Пусть будет так. Ты, небось, в этом своем ордене стал тяжело неповоротливо. Не такая гибкая и проборная, как была, когда воровала. А с тобой даже на перегонки теперь не побегаешь. Что там наверху делаешь? Бегать и драпать разные вещи, братец Вольжив. Во втором тебе точно равных нет. Так, все окей, все окей. Здесь у нас тоже получилось. 10, 15 выбросили. Продолжить. Так, острый пирожок. На 14 часов. Ладно, теперь главное, что она не уставшая. Выход с локации. Сейчас, по идее, кругом должны обойти. Стрельба в ближнем бою. Вольж персонаж Камелия стреляет по врагам, вовлеченным в ближний бой, из-за чего часто промахивается. Попадать по цели, которая активно сражается в ближнем бою, нелегко. Поэтому выстрелы в такой цели, включая дистанционные атаки касания, требуемые для многих заклинаний. Получает штраф минус 4 к бросковому попаданию. Чтобы убрать штраф к бросковому попаданию за стрельбу в ближний бой, дайте персонажу черту меткий выстрел. Для большинства классов сначала придется взять черту стрельба вблизи. Также можно сфокусировать дистанционные атаки на противника, которые не сражаются в ближнем бою. Например, заклинатели и лучники. Ладно. Быстро все сделаем. Она даже ничего не почувствует. Как крестоносец. Я не знаю, разве так можно? Послушай, у нас нет выбора. Кругом демоны. Что еще прикажешь делать? Группа рыцарей окружила юную эльфийку в лохмотьях, едва скрывающих ужасные шрамы на ее теле. Нищенка стоит на коленях, умиротворенно глядя на ожесточенно спорящих к людей вокруг. Похоже, что она не чувствует себя в опасности. Над ее головой обеспокоенно кружит черная ворона. Во имя Иоми Дайк. Прости, девочка, но это наш долг. Мы должны это сделать. Не ради себя, но ради всех, кого еще можно спасти от демонов. Если мы не победим, тебе здесь все равно не выжить. Рыцарь заносит над головой девушки меч. Они безумные. Сила с ужасом в глазах смотрит на вас. Мы обязаны вмешаться. Я понимаю. Уголю. Я понимаю, вам страшно. Вы чувствуете себя бессильными. Вы думаете, что это поможет. Не оправдывайтесь. Просто делайте, что решили. Девушка безмятежно улыбается, словно ей не грозит смертельная опасность. Что здесь происходит? Напасть. Убийца. Руки прочь от нее. К злому. Не знаю, что здесь происходит, но всецело поддерживаю. Давайте режьте ее во имя Иоми Дайк. Сурово. Не вмешиваться. Так, что здесь происходит? Мы... мы... Руки рыцаря дрожат. Наше оружие едва царапает шкуру демонов. Мы принесем эту девушку в жертву Иоми Дайк, чтобы кровь невинная осветила оружие и наделила ее его силой уничтожать порождение бездны. Это жестоко, но у нас нет другого выбора. Мы должны как-то отстоять этот город. Или погибнут все, в том числе и она. Так, знание, религия, дипломатия, устрашение. Что за бред? Учение Иоми Дайк прямо запрещает убивать невинных. Да за такую жертву богиня вас проклянет. Наверное, пройдем. Кто вам посоветовал так поступать? Похоже на провокацию культистов. Берите оружие, отойдите от нее. Или пеняйте на себя. Взлом. Отличная идея. Давайте принесите ее в жертву. Это точно поможет промолчать и напасть. Так, у нас больше всего где? Надеюсь, мы 100% выиграем. Попробуем первое. Знание религии. Успех. Вот именно. О чем вы думали? Богиня бы такого не позволила. Чья вообще это была идея? Рыцарь подозрительная для двадцать соратников. Твоя, по-моему. Моя? Да мне она с самого начала не понравилась. Кто сказал, что надо принести жертву? Уж не ты ли? Нечего на других сваливать. Пожалуйста, не ссорьтесь. Вы же все добрые люди, защитники города. Вы просто ошиблись. Девушка поворачивается к вам. Пожалуйста, не наказывай их. Малышка вступается за тех, кто только что хотел ее зарезать. Она или святая, или сумасшедшая. Или то и другое вместе. Эй, а я ведь ее знаю. Это местная дурочка. Она вечно пробирается на улицах. Привет. Девушка, широко улыбаясь, машет вот жив рукой. Помнишь, мы играли вместе? Когда были маленькие. Только ты потом стал взрослым. А я почему-то все такая же. Чего? Играл? Я? С кем? Не выдумывай. Ну как же? И в догонялки играли, и в ножики. Потом ты с большими мальчиками придумал игру кидать меня камнями. Вы так смеялись, и я тоже радовалась, что вам весело. Но потом ты вырос и ушел заниматься взрослыми делами. Давай опять поиграем вместе. Девушка отворачивается, закрывая горящее лицо рукой. Ух, правду говорят, что кинобрезы. Слишком маленький. Отправляйся в таверну сердца защитника. Там собираются выжившие. И больше даже не думайте о таких мерзостях. Закон о послушном. Защитничка нужно наказать. Остальные отправляйтесь в таверну сердца защитника. Там собираются выжившие. Напасть. Ваше поведение непростительно. И мрите. Так, ну допустим, закон о послушном. Посмотрим, что будет, если плохо, то мы перезагрузимся. Бивать-то мы никого не будем. Надеюсь. Рыцарь переглядывается. Чья-то была идея? Не моя, это точно. Закон о послушном. И не моя. Значит, двое рыцарей гротно смотрят на третьего. Эй, я... Это не... Но... Двое рыцарей быстрыми ударами справляются с третьим. И опасливо глядя на вас убегают. Ворона опускается на плечо девушки. Та обходит вокруг тела с прежними безмятежными выражениями лица. Безмятежно. Одни добрые люди приказывают другим добрым людям убить третьих. Знаешь, среди них ведь не было культистов. Они просто испугались и навыдумывали глупостей. Запутно улыбаясь, девушка подходит к вам. Во взгляде ее черных глаз чудится что-то странное. И не от мира сего. Ворона на ее плече зорко смотрит на вас глазами, слишком осмысленными для животного. И пришла мне на помощь. Спасла одну жизнь, забрала другую. Разве это того стоило? Так, мы сейчас загрузим все переделы. Если ты хочешь умереть, это нетрудно устроить. Мне жаль, что пришлось так поступить. Они совершали преступление и заслужили наказание. Так, к злому. А ты хочешь меня убить? По-моему, это самая трудная вещь на свете. Девушка с безмятежной улыбкой разводит руками. Хотя, ты не слушай меня. Я сама не знаю, что говорю. На самом деле, я ведь просто глупая девчонка. Кто ты такая? Так, на этом мы потом все сделаем. Так, злому напасть я убью тебя. Девушка улыбается без капли страха. Если хочешь, убей. Но при этом она защищается. Так, что у тебя есть? Где ворон? Так, ладно. Загружаем, естественно. Это здесь недалеко, я надеюсь. Надо перед всеми разговорами сохраняться. Так, ну, в целом, по-моему, далеко нет. А нет, прямо здесь. Прямо здесь, недалеко. У нас уже все есть. Острый пирожок. А вот этих мы только не убили еще. Главное, не так критично. Повозка на выжиг нагружена добром, награбленного из окружающих домов. Так, на всякий случай. Трофеи какие-то. Кайлеса. Кайлеса. Эльфийка, скорчившаяся возле вас, зажимает небольшую, но глубокую колотую рану. Внешность ее весьма примечательна. Кожа чернее, чем у любого гарундийца. Зубы заостренные, а волосы седые, словно у глубокой старухи. И взгляд, алые, недобро поблескивающие глаза, сверлящие вас. Чего смотришь, солдат? Понравилось? Так, тут такая. Знание мир. Присмотреться к странной внешности эльфийки. Так, ну допустим. Посмотрим. Успех. Похоже, эта эльфийка принадлежит красе дрову. Также зовущихся темными или подземными эльфами. Они не часто встречаются на поверхности, поэтому столкнуться с ними здесь и сейчас довольно удивительно. Так, я знаю кто ты. Ты Кайлеса, культистка Дескари. Вообще да. Кто ты такая? Испытывающая, взглянув на вас, эльфийка жестко отвечает. Оно тебе без надобности, солдат. Поверь, это знание лишь накликает на тебя беду, но не принесет никакой пользы. Я странница, которую ты больше никогда не встретишь. Кто тебя ранил? Девушка отвечает с саркастической улыбкой. Ты разве не заметила? Город пылает, идет битва. Меня ранил один культист. Так, я могу исцелить тебя. Ты дроу, не так ли? Так, напасть. Дроу не могла явиться сюда с добрыми намерениями. Так, ну сначала по-доброму. Ты дроу, не так ли? На губах девушки возникает мрачная, пугающая улыбка. Да, я дроу. Чудовищная подземная тварь. Скверно. Насмешка над твоим народом. Так ты думаешь, верно? Ох, не дай тебе боги узнать, насколько все страшнее и темнее. Я могу исцелить тебя. Решительно мотнув головой, эльфийка отрезает. Не надо, сама справлюсь. Не люблю, когда на меня накладывают чары незнакомцы. Так. К добрыму исцелить эльфийку. Я не могу бросить тебя в таком состоянии. Допустим. Бездна тебя забери. Эльфийка пытается неуклюже отстраниться, но магия делает свое дело. И колотая рана на ее теле стремительно затягивается. Брос на вас обжигающий взгляд. Воительница цедит сквозь зубы. Спасибо, конечно. Но следующий, кто применит на меня магию без разрешения, получит стрелу в глаз. Так, я знаю кто ты. Ты Кайлеса, культистка Дескари. Это ложь. Смеркнув алыми глазами, эльфийка твердо произносит. Я ненавижу демонов и убью всякого из них, кто встретится на моем пути. Так, зачем Форну клеветать на тебя? Так, Форн, это который вот лучник тот был. Так, вспомнил его. Присмотреться к эльфийке. Внимание, 10. Эльфийка явно чего-то недоговаривает. Но, кажется, она и не обманывается. Чтобы она не скрывала, слова о ненависти к демонам были сказаны довольно убедительно. Ты не лжешь, но и не говоришь всей правды. Так, зачем Форну клеветать на тебя? Я тебе верю. Форн укрылся в сердце защитника. Не суйся туда. Так, ты меня не убедила. Первое. А я разве обязан выворачивать душу? Эльфийка с вызовом смотрит на вас. У тебя своя война, солдат. У меня своя. Ты сражаешься с хаосом и безумием. Я и я сражаюсь с ложью и лицемерием. Но мы оба готовы умереть за это. Не так ли? Так, зачем Форну клеветать на тебя? Сумрачное лицо колеса окаменеет, словно печать на могильной плите. Ты задаешь вопросы, которые сами по себе несут опасность. Остановись. Чем больше правды обо мне тебе известно, тем больше вероятность, что и на твою спину нацелится предательский кинжал. Я тебе верю. Форна укрылся в сердце защитника. Не суйся туда. Так. Хорошо. Найти и убить Коэлесу. Поговорить с Форном. И в мыслях не было туда лезть. Прощай, солдат. И спасибо, что поверила. Опыта получится 184. Так, ну я думаю, так правильно, потому что мы решили, что она у меня лжет. Следовательно, поговорим с Форном. Так, теперь вернемся сюда. Теперь мы не будем убивать. Так, это пропускаем. Что здесь происходит? То же самое. Он здесь может, конечно, другой немножко ответить. Допустим. Так, кто вам посоветовал так поступать? Пускай будет дипломатия. А правда, чья это была идея? Грыцарь подозрительно оглядывается расти. Твоя, по-моему. Моя? Да мне она самого начала не понравилась. Так, то же самое. Не наказывайте их. И то, и другое месте. Так, все то же самое. Кинжал отворачивается, закрывая горячее лицо рукой. Ух, правда говорят, что этот кинобрат слишком маленький. Так, но теперь мы не будем никого наказывать. Отправляйтесь в таверну сердцезащитника. Там собираются выжившие. И больше даже не думайте о таких мерзостях. Спасибо. Рыцарь поспешно удаляется, пока вы не передумали. Эльфийка улыбается вам. Ворона опускается ей на плечо и внимательно смотрит на вас глазами, слишком умными для простой птицы. Ушли. И все живы. А я думала, что кто-то сегодня обязательно умрет. Так много людей здесь уже умерло. А мы все почему-то живы. Удивительно, правда? Девушка безмятежной улыбкой разводит руками. Хотя, ты не слушай меня. Я сама не знаю, что говорю. На самом деле, я ведь просто глупая девчонка. Так, кто ты такая? Мне кажется, ты совсем не простая девушка. И ворона у тебя тоже необычная. Не видно. Так, напасть я убью тебя. Иди, больше не попадайся таким людям в руки. Кто ты такая? Звать меня Уголек. Я тут на улице живу. Много лет уже. А рассказать про себя мне нечего. Мне кажется, ты совсем не простая девушка. И ворона у тебя тоже необычная. Эльфийка чешет вороний клюв. Так, довольно шмурится и урчит. Нет, что ты, я совсем обычная. Ну, фокусы разные знаю. Но это Сажа меня научила. Сажа меня научила. Вот Сажа, она и правда необыкновенная. Умная и варить умеет. Только ни с кем, кроме меня, не разговаривает. Она меня и волшебным фокусом учит. И другому разному. Что бы я без нее делала? Волшебные фокусы, говоришь? Ты можешь оказаться полезной в борьбе с демонами. А я уберегу тебя от безумных солдат на улице города. Идем со мной. Уже ли я не ослышалась? Ее и в наш отряд? Зачем нам эта грязная попрошайка? Девушка улыбается, радостная и беззаботная, совсем как ребенок. Хорошо, идем. Так, у тебя много всего. Экипировка. Так, лук тебе можно дать? Вот, можно дать лук. Минус один. А, здесь сила минус один. А, я так, у нас сразу плюс ноль. То есть она умеет только арбалетом обращаться. Тяжелый арбалет, легкий арбалет. Тяжелый минус. То есть только с легким. Так, и в легком тоже плюс ноль. Зачем тебе там нужен был арбалет? Минус четыре. Так, хорошо, надо посмотреть. Детский крестовый поход. Странное дитя войны. Ведьма, выжившая после костра. Святая безбожница, готовая проповедовать добро и любовь и людям, и демонам. Уличная сиротка, лишившаяся надежды, но способная дарить ее другим. Трудно понять, что скрывается во взгляде этой юной эльфики. Куда шагают ее бассеи, обгоревшие ступни. У нее своя война. Свой детский крестовый поход. Бреждение плюс 12. Так, что у тебя по этим? Эльф обычный, атеизин. Так, с разбега. Так, оружие эльфов. Эльф умеет обращаться с длинными луками. Ловкость плюс 16. А, почему ты не умеешь? У тебя идет минус. Дальний. А, другой минус 4 опаленный. Опаленный. Странно. Эффект здесь не пишется он. Так, может здесь где-то есть этот эффект. Фамильяр воин. Так, не знаю, может здесь просто отдохнуть надо. Так, что у меня из этих? Так, ни туда, ни туда. Персонаж. Развитие класса. Дрема, это у нас все. Погрузить существо в радиусе 30 фунтов от себя в глубокий магический сон. Не надо. Треба вблизи. Меткий выстрел. Атеизм. Так, непонятно откуда вот это опаленный идет. В другое. Так, еще что-то я бы хотел посмотреть. Так, заклинание. Исцеление. Свет. В принципе, она такая же, как Тоннелия. Тоннелия. Так, кто у нас охотник на духов, а здесь у нас мечная ведьма. А здесь у нас что-то. Мечная ведьма колдует по наитию. Ее магии основаны не на остроте разума, а на силе духа. Не как маг, а как колдун. Хворит спонтанно. Ладно, посмотрим, а потом это все пропадет. Можно какую-то одежду дать. Но нет. Такая легкая. У нас тоже нет ничего. Практически ни у кого ничего нет. Была бы здесь автоэкипировка. Так, нажал сразу. Все, что подходит. Надевалась. Этим можно отображать экипировку класса. Ладно. Оставим как есть. Так, ладно, видимо, потом. Решим, что с ней делать. Пропадет мне эта локс, не пропадет шанс попадания. Так, внутрь дома. Стая крыса. Стая крыс. Стая крыса. Стая крыса. так что там завершенный магический круг для ритуала призыва уничтожить магический круг завершить ритуал призыва и знание требуется надо это попробовать так первое делаем тогда уничтожить самый простой вариант прекрасно попробуем завершить навлекет наверно это какую-то беду но ничего страшного знание магия 12 умные смертные из этого круга я не могу до вас дотянуться о но вы кое-что забыли меня здесь ничто не удерживается в рук так но оставим так медицин пересечемся еще там есть такие крыс ты видим какие-то баги и так в ряд стоит наверх нельзя но видимо тут все что на улице ждет нас что-то не ждет и что-то было так нам надо сюда в принципе мы все осмотрели так здесь была это колесия колесия как-то так отельный дозор не оставит пост чтобы вокруг не произошло не происходило так мы видим все здесь можно возвращаемся круг мы это прошли до нам никак не подойти здесь нам никуда не подойти и только через этот мостик так да он тоже так не идет перепрыгивать велись через завал тела горожан до неузнаваемости изуродованы острыми когтями и клыками так можно куда-то еще перелезть так что там было на продажу даже невероятная груда хлама не в состоянии заглушить надрывный голос доносящийся из-под нее о милая красавица зачем ты обратила взор свой на меня супруга твоего я другом звал но дружба это пала пред любовью что я к тебе питаю будь моей раб был в дом актер о милый велос как нам быть отзывается из-под той же кучи могучий мужской бас затем слышится какое-то невнятное шебуршание не мог бы ты не пиво передать кемх мастер звука так атлетика 10 сдвинуть кучу хлама эй кто здесь куча хлама кажется вздрагивает затем из под нее доносится очень очень громкий шепот бабуля давай не будем отвечать я думаю это демоны зовут и хотят нас обхитрить бабуля гретлин режиссер в таком случае нам ничего не остается как принять свою судьбу госпожа дима вы там или нет мы актеры лучшего театра кинобресса театра во дворе нас завалило в этом погребе во время репетиции погодите что нас завалило я думал мы специально забаррикадировались от демонов и потому сидим здесь если бы ты не дрых каждый раз в начале репетиция мастер кемх то был бы в курсе событий дальнейшая беседа тонет в потоке плохо разборчивой возмущенной перебранки так атлетика 10 сдвинуть кучу хлама куча легко сдвигается обнажая вход в некий погреб среди пожитков обнаруживается интересного вида сундук серебряное кольцо нефрит зеленый кварц портфейн x2 так вход открыт и мы беззащитны перед тем что сверху если там действительно дела нам нечего бояться с нами сила вдохновения но передай мне все же мой палубник искалку вот видите это никакой не демон здравствуйте добрая подруга и спасительница я бабуля гретлин режиссер а это член моей труппы бабуль да это же не палубник эта часть реквизита для постановки про зловещего лича которую тина делала скипетр или как его она его и дело из моего палубника вариант с ручкой от метлы я забраковала говорит дворфика с достоинством ой а я вас видела а вы такие смешные особенно та пьеса где-то тетя долго лезет на стол и поет песни а потом с него шмякается уголек радостно клопает в ладоши вообще-то это великая трагедия несчастной любви а стол представляет утес подобный персту великан над свирепым вышивающим морем и тетя там должна не шмякаться а грациозно низвергаться в пучину как я и кстати уже сто раз показывала но я рада что тебе понравилось чем вы занимались в этом погребе вы сможете добраться до безопасного места мне пора чем репетировали искусство помогает справиться со страхом и паникой дворфийка выразительно взмахивает палубником вероятно изображая дирижера мне вот как-то больше от паники помогает поесть это мы тоже пробовали но еда быстро кончилась зато искусство о искусство вечно вы сможете добраться до безопасного места о не волнуйтесь на сей счет у нас тут есть подвал на соседней улице а в нем наш барашек с ним нам не страшны никакие демоны барашек барашек уверенно говорит дворфийка наш ведущий актер он защитит нас не волнуйтесь мы знаем что делаем мне пора еще раз спасибо спасительница ты сегодня оказала огромную услугу искусству мендева а может и всего галлариона тебя наверняка будут помнить в грядущих эпохах как ту кто спас прославленный и любимый публикой театр во дворе и побежали вниз не спуститься так можем здесь конечно следует и Какая-то тень. Тень, кстати, наверное, бестелесная. Невосприимчивостей очень много. Негативная тошнота, усталость, безориентация с пластом. Так, религия опять. Разрытые могилы и следы ритуала. Похоже, здесь орудовал некромант. Так-то мы идем нам туда бы. Ладно, потом. Как это сладко? Убивать. Так, ну это, походу, которого мы высвободили. Ну, как бы, сорян. Мы исправим положение. Хотя, может быть, и так бы он здесь появился. Не мы, так другие. Седые волосы, посеревшая кожа. Этот человек стал жертвой Иннабасу. Демона, высасывающего из людей жизненности и обращающего их в голий. Которого мы, видимо, освободили. Так, нам, походу, туда и надо. Она там уже подругляется. Так, сюда сходим сначала. Так, у нас перегруз. Так, там уже у нас выход. Наконец-то этот город пал. Какое счастье. Можно больше не притворяться лавочником и весь день заниматься любимым делом. Поднимать мертвецов. Так, культист-некромант. Так, стрельба в ближний бой. Это, может, такое читабель. Изуродованные тела, сложенные в аккуратную фигуру, подготовленные для неизвестного ритуала. Так, здесь больше ничего нет. Теперь точно ничего. Так, хорошо, здесь мы обошли. Сюда еще можно. Это вряд ли мы там, наверное, уже были. В смысле сюда идти нет. Так, здесь у нас что? Сюда можно? Можно сюда. Нам, скорее всего, надо будет сюда, я думаю. Да, может быть, здесь соединяется все. Здесь соединяется. Да, нельзя. Так, ну, скорее всего, куда-то сюда. Понял, желательно вообще пройти. Завиток. Среди лежащих посреди улицы тел копошится невысокая фигура в капюшоне. Незнакомец оттаскивает первое тело с дороги и почтительно укладывает у стены дома, располагая руки трупа на груди. Затем замирает, будто бы в нерешительности. Вы видите, как он протягивает руку к красивому золотому амулету, висящему на шее трупа. Отдергивает руку, медлит, тянется снова. Законопослушного. Так-так, и кого же я вижу? Мародера? Эй, кто ты такой и что тут делаешь? Законопослушному. Ну а как же иначе? Почти все люди в городе погибли. Теперь он во власти демонов и мелких вредителей. Крыс, ворон и таких вот существ. Заный выбор к законопослушному. Незнакомец аж подпрыгивает на месте. Капюшон падает с его головы, обнажая копнув кудрявых рыжих волос и круглое халфлингское лицо. Ой, уф, и я думал демоны пожаловали. Здравствуйте, добрая госпожа. Сиила вскидывает брови, будто в удивлении. Завиток, это ты? Халфлинг переводит взгляд на Сиилу и широко улыбается. Ох, госпожа Сиила, живая. Это же надо, уже вторая хорошая новость в такой паршивый день. А первая-то какая? А ты постой тут со мной чуть, сама увидишь. Это твой знакомый, Сиила. Можешь рассказать что-то полезное о том, что происходит в городе. Так что ты тут делаешь? Обираешь трупы? Первая. Римви по прозвищу Завиток. Из кенобрестского отряда приговоренных. Плутый добряк, каких поискать. Сила улыбается, затем добавляет чуть серьезнее. Завиток это, вероятно, не мое дело, но спроси себя сам, правильно ли то, что ты собирался сделать? Халфлинг смущается и прячет руки за спину. Я ничего, просто подумал, ох, не важно. Можешь рассказать что-то полезное о том, что происходит в городе. Никак нет, добрая госпожа. Я только-только выбрался из сердца защитника. А до того и носа оттуда показать боялся. Хотя сидеть под боком у командира Ирбет, то еще удовольствие. Строгая она, жуть. А уж когда нервничается. Да и не говори, уж я-то под ее надзором на всю жизнь сиделся. Так что ты тут делаешь? Обираешь трупы? Нет. Халфлинг кажется смущенным. Римви завиток плут, но не какой-то мародер. Мне просто надо убрать тела бедалов с дороги. Мы с товарищами выполняем страшно важную миссию. Для нее нужен проход. Его прерывает звук колес, катящихся по мостовой, и из-за угла выезжает тележка, запряженная одинокой печальной лошадь лошадкой. Правит ей миловидная полуэльфийка, а рядом шагает молодой человек в рыцарских доспехах. Даже с расстояния видно, как горят на загорелом лице его ярко-синие глаза. Халфлинг приосанивается. Вот видите, страшно важная и очень героическая миссия. Мы с друзьями спасаем от демонов тележку с пионом. Эллен из Пессьих Сердец. Пока он говорит, новоприбывшие замечают вас, и рыцарь испускает радостный возглас. Сиева, не думаю увидеть тебя живой. Мне казалось, ты собиралась отправиться на главную площадь, туда, куда пришелся главный удар демонов. Полуэльфийка тепло улыбается Сиэле. Яна Алдари. Эй, подруга, рада видеть, что ты в порядке. Когда на столпа на празднике разделила, я сразу недоброе почувствовала. А как демоны нагрянули, поняла, вот оно. Вот почему мне неспокойно было. Но среди погибших на площади я тебя не нашла. Так что продолжала надеяться, и не зря. Лицо Сиэлы светится от радости. Так вот, про какую вторую хорошую новость говорил Завиток. Вы с Яной живы? Вообще-то, под хорошей новостью я имел в виду обнаружение тележки с пивом. Живые. Сир, Эллен и Яна тянет на четвертый, на четверть хорошей новости. Ну, может, на половинку. Тележка с пивом. Ну, как насчет поделиться с товарищем по несчастью? Разве в городе нет более важных дел, чем спасение чужого добра? Так, ну, первое. Полуэльфийка залихватски подмигивает. Легко. Поставляй фляжку, подруга. А если проводишь нас до сердца защитника, можем и более основательно налечь на нашу добычу. Несмотря на бодрый тон, она поглядывает на вас с нервной надеждой. Так, предмет получен L. Яна, это излишне. До сердца совсем близко. И нас троих вполне хватит, чтобы отбиться от нападения, если таковое последует. К тому же, у нашей Визави уж точно есть свои дела. И более важные, чем перетаскивать бочки с пивом. Кстати, меня зовут Эллен. Сир Эллен из Ордена Песи их Сердец. Я рад встретить выживших в этом безумии. Вы так мне рассказали, откуда знаете Сиилу. А ты в курсе, Сир Рыцарь, что твой приятель Завиток пытался обобрать труп? Мне пора. Первое. Я бы отложил этот рассказ до встречи в сердце защитника. Вы ведь вернетесь туда. Будет повод распробовать нашу добычу. Второе, конечно, вряд ли нужно нажимать, но мы нажмем. Норин, ну зачем ты так? Завиток ведь даже ничего не успел сделать. Это дело его и его совести. Что плохого в высказанной правде? Мне кажется, я и Яна имеем право знать, что делает наш временный товарищ по оружию. Эллен переводит жесткий взгляд на стушевавшегося Хаффлинга. Я не твой командир, Завиток, и не могу тебя ни наказать, ни даже с полным правом осудить. В Мэндеве, похоже, многие думают, что военное время списывает многое со счетов. Но все же подумай вот о чем. У этого погибшего может быть родня. Имущество и памятные вещи должны быть возвращены тем, кому они принадлежат по праву. И дороги как память. Возьми даже эту тележку. Пусть мы забрали ее сейчас. Но когда город будет освобожден, Орлиный Дозор и Ордена обязательно попробуют найти законных владельцев и компенсировать ему бытки. Хорош, дружище. Я же даже ничего не сделал. Только размышлял. И вот, честно говоря, в жизни не поверю, что мы сможем собрать все тела и передать под надзор Орлиных Зыркалок. Все равно их оберут. Пусть это останется на совести тех, кто это сделает. А ты, крестоносец-завиток, пусть и невольный. Те, кто бьется с воплощенным злом, должны отличаться от обычных людей с их слабостями. Мне пора. До встречи. Мы наверняка еще увидимся. Или в городе, или в сердце защитника. Еще как увидимся. Приходи в таверну. Отметим спасение этой бочки вместе. Друзья познаются в беде и не только. Так, Силар стала сияной. Где у нас? Так, во-первых, рассеченный город. Нужно найти способ перебраться через разделившую город Трещину. По словам Аневии, удобное место есть на рыночной площади. Поручение было выполнено. Так, изгой. Так, и предупреждал, сколько опасно она может быть в схватке. Это у нас Кайлеса. Мы ее отпустили. Нориан встретила Кайлесу, но поверила ее словам и отпустила ее в Освояси. Вряд ли охотник Форн обрадуется этому. Посмотрим. Лазучки в наших рядах. Так, это мы сделали. Доложить. Отковать башню еще не время. Так, здесь мы ждем. Основные силы демонов, охранявшие башню Эстрот, пойдут на штурм сердца защитника. Когда они сложат голову, крестоносам предоставится удобный момент, чтобы зачистить башню от остатков сил противника. А, то есть они сначала нападут, а потом мы пойдем зачищать. Хорошо. Так, и... То, что мы сейчас сделали. Чуть-чуть продвинулась. Так, рассталась Яной Алдери. Праздновать встречу друзей с Сиилой в сердце защитника. Яна Алдери отыскалась на улицах Кенабреса. Вместе с другими друзьями Сиила, а также бочкой пива. Теперь компания готова отпраздновать это знаменательное событие в сердце защитника. Так, ну ладно. Так, это у нас выход. Ну, не он так мы. Центриного ожерелья. Это вещь представляет интерес для ремесленников. Ему не дали обобрать, сам забрали. Так, перейти по стволу. Подвижность. Ладно, пройдем. Обглотанные трупы. Похоже, эти несчастные погибли от зубов гулей. Это здоровый копыта. Вермлик. Вот оно с лицом. Броня из плоти. Зато у меня был длинный меч. Там, в принципе, головой мог сражаться. Так, внутрь дома. Так, ладно, зайдем, пока помним. В подвал можно спуститься. Дневник одного эксперимента. Первый день эксперимента. Сегодня мне удалось поймать Квазита. Клянусь, и Рори, это было непросто, учитывая мою скромную физическую кондицию. К счастью, экземпляр попался худосочный, весом около 7 фунтов. Размах крыльев порядка 2 с 3 футов. Очнувшись, Квазит первым делом попытался напасть, а затем зловредно заплевал мой костюм едкой слюной. Третий день эксперимента. Я приступил к лингвистическим изысканиям. Моя цель изучить язык Квазитов. Я убежден, что они имеют свое наречие. Поняв их речь, я смогу понять их образ мышления и склонить к восстанию против тирании их господ. Революция прокатится по бездне. Бесправные восстанут против угнетателей. Уверен, Вечно Цветущая Милани не откажет в покровительстве даже таким существам, если они решат разбить свои рабские цепи. Пока, к сожалению, прогресс не велик. Я смог каталогизировать лишь два слова, наиболее близкий перевод которых «Рвать на тлочке» и «Падаль». Оба слова Квазит живописно изображал жестами, когда комментировал мою персону. Пока я делал эту запись, Квазит ухитрился украсть у меня часы и метнуть в отхожее ведро. Судя по его вредному хихиканью, он был доволен шуткой. Я же, несмотря на его каверзу, даже рад. Шутки и розыгрыши – это часть когнитивной коммуникации, а именно ее я намерен установить с экземпляром. Я все больше уверяюсь, что принял верное решение, когда покинул Апсалум и Фурае Логос. Это так называемый «Дом мудрости». Усколубые, застрявшие в прошлом ослы, подстрекаемые Болтуном и моим вечным оппонентом – Джубиластом Нартроплом, никогда бы не оценили прогрессивность моих теорий. Четвертый день эксперимента. Сегодня Квазит чуть не откусил мне нос при кормежке. Я к своему стыду отлупил его после этой выходки с жезлом. Подобное поведение в отношении разумного существа неприемлемо. Я глубоко раскаиваюсь. Еще у меня закончилось мясо. Придется нам с экземпляром довольствоваться кашей и супом. Пустой день эксперимента. Идут третьи сутки перевода экземпляра на вегетарианскую диету. Сначала Квазит отказывался употреблять растительную пищу, однако затем все же съел капустный суп и поковырял когтем кашу. Морда его выглядит трагически. Седьмой день эксперимента. Экземпляр полностью утратил признаки агрессии. Утром я проснулся от его стонов. Квазит свернулся в углу и жалобно скулил. Несмотря на его опасный вид, совершенно невозможно не испытывать сочувствия к этому несчастному существу. Пришлось пойти на решительные меры и поподчевать экземпляра слабительным зельем. Теперь Квазит реагирует на меня с растерянностью и испугом. Однако больше не страдает. Вероятно, имела место реакция пищеварительного тракта на непривычный рацион. Десятый день эксперимента. Великий день. Переход экземпляра на растительную диету полностью завершен. Тезис о том, что Квазиты могут питаться лишь мясом и падалью, опровергнут. Мой верный соперник, господин Джубилост, можете утопиться в реке. Квазит стал мирным и покладистым. Он больше не пытается съесть ни мои ботинки, ни ноги, которые в них находятся. Поведение экземпляра стало ласковым и дружелюбным. Он демонстрирует интерес к играм, с мечом и подвижным забавам. Я дал ему имя Пекер. Сегодня он сам инициировал коммуникацию и пытался объяснить новое слово. Судя по всему, он выдумывал его прямо в процессе общения, так как в языке Квазитов такого слова нет. Значение, которое я ему присвоил – безопасность, уют и спокойствие. Я не вижу дальнейшей необходимости держать Пекера на привязи. Эксперимент убедил меня, что злодейские и дурные черты, приписываемые Квазитам, являются приобретенным привычками, а не естественными и неотъемными качествами их натуры. За эти дни я не на шутку привязался к нему. Пекеру я, судя по всему, тоже симпатичным. Он завел манеру дремать у меня на коленях, пока я заполняю журнал наблюдений. Возможно, однажды этот Квазит даже станет моим фамильяром. Текущая стадия эксперимента завершена. Мы с Пекером отправляемся в Апсалон, чтобы предстать перед профессурой Фураэ Логос и совершить переворот в науке. Возможно, в пути мы сделаем небольшой крюк по Авистану, чтобы у Пекера была возможность получше приспособиться к цивилизации. Надеюсь, этому милку Мплуту понравится наше путешествие. Не уник одного эксперимента. Что-то, мне кажется, сейчас мы в подвале найдем. Что-то в заключении эксперимента. Так, еще история. Демон ставит передо мной на стол два блюда с кровоточащими людскими сердцами. «Смотри», — говорит он, — «справа сердце благородного праведника, верного служителя Ио Медай, слева сердце убийцы и мерзавца. Но что-то мне подсказывает на вкус они совершенно одинаковые. Я молчу и не двигаюсь с места. Я и не смог бы. Одна моя ладонь лежит на широком подлокотнике кресла, вторая на столешнице и обе прибиты к дереву вонзенными до рукояти ножами. Демон обходит стол и аккуратно убирает с моего лба прилипшую прядь. Твое умолчание меня печалит. Не трать время на спектакль, тварь, — говорю я устала. Хочешь пытать — пытай. Хочешь убить — убей. Моя жизнь в твоих руках, а душа нет и никогда не будет. Сердца на блюдах передо мной продолжают истекать кровью. Их только-только извлекли из тел. То, что справа принадлежало моему напарнику. То, что слева — преступница, которую мы конвоировали. Но демону, устроившему логово на старой мельнице, было все равно, кого убивать. Он обходит кресло и останавливается где-то за моей спиной. Опустив когтистую ладонь мне на плечо. Я вовсе не играю в спектакль. Я пирую и насыщаюсь. Нет, не этим. Он, кажется, знает, что мой взгляд обращен к сердцам. Тобой. Это твое сердце сейчас лежит передо мной. Такое беззащитное. Когти на плече чуть сжимаются. Богиня, помоги мне выстоять. Знаешь, чего вы, ревностные служители закона и добра, не понимаете? Продолжая демон, чуть погодя. Кажется, ему просто нравится звук собственного голоса. Это вы привели нас на свою землю. Чем больше вас таких смелых, пылающих праведным огнем и гневом собирается здесь, на границах мировой язвы, тем больше таких, как я, приходит из бездны. И не потому, что мы хотим победить и захватить этот мир. Этого жаждут разве что наши лорды, а они, поверь, не менее далеки от своих подданных, чем ваши вельможи и короли от вас. Нет, мы идем сюда за такими, как ты. За упорными и гордыми, не ломающимися до конца. За теми, чьи мучения сладки и длятся долго. За лакомство. Он снова появляется в поле моего зрения. Облизывается. И я уже знаю, что быстрой смерти он мне не подарит. Хорошо. Спускаемся вниз. Трупы, трупы. Этих бойцов застали врасплох. Они умерли, не успев даже обнажить оружие. Их тела покрыты медленно тающей коркой льда. Трофеи-свитки. Расчистить проход. Так, а где у нас там был свет? Ну, ясно, больше здесь ничего. Так, расчистить проход. Так, дальше. Так, то есть что-то нам мешает. Лечение в бою. Здоровье вашего персонажа Нолин обсталось ниже 50%. Ее примендует полечить. Докумендуется. Остановить потерянные хиты можно при помощи заклинаний официальных делей, а также отдыха. Исцеляющие дели можно купить в торговцев или получить в бою в качестве трофеев. Исцелить персонажа можно с помощью Сиила. Так, где-то здесь было, да? Так, в общем, расчистить поход нам пока не получается. Что-то, видимо, надо сделать. Так, если ты... Теневый демон наносит 1 урон. Текущие настройки сложности изменили урон на 1. Так, по идее, урон 7 должен быть. Короче, нам не прочистить... Не расчистить. Так, может, чем ударить издалека? Так не получится. Либо обойти. Может, какое-то сопротивление надо? Морозное. Так, масло. Может, сжечь, кстати, да, если бы есть у кого-то. Какой-то фейербург. Что-то я сомневаюсь. Устойчивость к холоду. Допустим. Но все равно это не работает. Так это не работает. Но там есть... Какой-то ящик. Может, с другой стороны как-то обойти. Посмотрим. Приютить. Так, приютили. Так, с другой стороны мы тоже вряд ли подойдем. Здесь только если где-нибудь. Так, ну это все в обход. Услышьте меня. О, услышьте меня. Их цель страшками. Нельзя допустить, чтобы он был захвачен. Последствия будут ужасны. Так, услышьте меня. Полчища бездны идут на Кенабресс. Крам Дезны. Это нам бы обойти. Так, ну здесь вроде как проход есть. Бабау. Короткое копье. Это нам не поможет. В подвале. Так, тогда я не знаю, как там в подвале пройти. Возможно, все-таки какое-то заклинаение надо произнести. Здесь другого прохода нет. Так, здесь у нас... Крам Дезны, мы сейчас попозже пойдем. Сначала все осмотрим. Так, это у нас кто? Слуга графа Арендея. Слава богам, я нашел хоть кого-то, не убегающего в панике. Вы крестоносцы? Наемники? Молодой миловидный полуэльф едва выговаривает слова от страха. Я слуга графа Дейрана Кейла Невиса Арендея. Особняк моего господина атакуют демоны. Он сам и все его гости заперты внутри. И вся охрана куда-то подевалась. Я смог выбраться через ход для слуг и ищу кого-то, кто ему поможет. Вы ведь поможете? Особняк совсем рядом, на соседней улице. Он умоляюще заглядывает вам в глаза. Граф Арендея. Я видел его несколько раз. Издали. Он выглядел весьма вызывающе. Признаю, он сумел привлечь мое внимание. В любом случае, нам стоит помочь ему. Благодарность богатого и влиятельного человека нам не повредит. Так, успех. Что у нас? Вы не раз слышали о семье Арендея. Это богатое и благородное мендевское семейство погибло почти в полном составе более десятка лет назад от рук демонов. Последний выживший представитель семьи – молодой граф Дейран. Имеет скверную репутацию. Многие говорят о нем как о повесье и негодяе. Я смотрю семью Арендея продолжает преследовать несчастье. Расскажи подробнее, что случилось. Что я получил за то, что помогу этому графу? Хорошо, я помогу. Где я собрания твоего господина? Так, первое. Слуга ежится. И не говорите. Меня все отговаривали устраиваться на эту работу. Мол, не просто так беда на эту семью обрушилась и выкосила почти всех. Но я решил, что раз уж мой господин единственный выжил, то он наоборот отмечен благими силами и удачей. Да и деньги хорошие предлагали. Слуга обводит взглядом окрестности. А надо было послушать умных людей и идти служить куда-нибудь еще. Желательно подальше от Кенабреса. Расскажи подробнее, что случилось. Да что рассказывать. Я отработал сутки, обслуживая гостей графа на Перу. Передал смену другим слугам и отправился спать. Проснулся, когда в особняк уже ломились демоны. Я не смог даже добежать до графа. Чудовище преградили дорогу. Перу графа продолжался. Он и его гости оставались в большой зале. В большом зале. И насколько я видел, дверь туда стояла заперта и демоны не могли войти. Молюс, поторопитесь. Двери у графа в особняке строили на славу. Так просто демоны их не пройдут. Так что время прийти на помощь у вас еще есть. Что я получу за то, что помогу этому графу? Так, хорошо, я помогу. Где особняк твоего господина? Это совсем рядом. Вам лучше заходить в соседние улицы. Через тот ход, в котором выбрался я. Помогите, прошу вас. Не представляю, что со мной сделает граф, если я не приведу помощь. Открыта новая область. Дом для вечеринок графа Арендея. Завершить диалог. Поручение. Не лучшее время для пира. Слуга графа Дейрана Арендея просит спасти своего господина и гостей дома. Они заперты в атакованном демонами особняке. Здесь то же самое. Так, наверное, здесь у нас выход из локации. Главное, поможем. Чуть попозже. Неизвестный. Судя по размеру этого кровавого следа, по брусчатке тащили труб кого-то огромного. Скорее всего, это была... Это была Теренделев. Так, ее тащили туда, получается. И сюда. И тащили туда. Свитки. У вас есть свиток исцеления легких ранений. Персонаж Сила может его прочитать, чтобы вылечить раненого советника Сила. Свиток расходный предмет, который содержит заклинание. Чтобы прочесть свиток, нужно принадлежать классу, способному творить это заклинание. И иметь достаточный уровень заклинателя. Можно также попытаться прочесть свиток, не имея уровней в нужном классе, совершив проверку навыка использования магических устройств. Свитки – удобный способ иметь возможность створить заклинание, которое бывает нужно нечасто, не тратя на него ежедневное заклинание персонажа. Чтобы использовать свиток, переместите его из инвентаря в один из поясных слотов персонажа Сила. Затем на панели заклинания откройте панель пояса и примените свиток оттуда. При прочтении свитка он расходуется. Хорошо. А, мы еще уровень взяли. У тебя есть вот это. Сейчас тебе свитки. Так, уровень, уровень. Прокачаем. У них у всех четвертый. Так, ну здесь они и сами как будут качаться, так и будут. Я не вмешиваюсь. Так что, если он захотел прокачать. А, харизма. Пускай, хочет харизму, пускай будет харизма. Здесь у нас ловкость на 20. Ну это правильно. Так, мастер битвы. Так, невидимость. Существо, которого коснулись заклинаниям, становится невидимым. При необходимости проверки, невидимое существо получает бонус плюс 2 с проверком скрытности. Заклинание заканчивается, если объект атакует любое существо. Длительность 1 минута. Уровень. Так, у тебя здесь что? Ведьма. Харизма. Лечение. Заклинание известно. Камелия. А, ну то есть как бы видно, у кого такие есть заклинания. Пускай, как идет, так и идет. Так, себя пока, наверное, не будем прокачивать. С трудом верится, что совсем недавно здесь была праздничная ярмарка. Так, то есть это то самое место. День 20. Месяц Ородус. Год 4715. Торжение демонов превратило весь кинобрез в одно большое поле боя. Но ни одно место в городе не пострадало, так как это площадь. Здесь сошлись в битве Титаны. Лорд демонов Дескари, ведущий свои орды Бездны. И драконица Теренделев. Самая могущественная из защитников города. Погибшая одной из первых. Картина разрушений не оставляет сомнений в исходе битвы. Глядя на руины, опытный следопыт мог бы воссоздать ход боя посекундно. От труп, снесенных могучими крыльями в крутом пике, и до кровавой колеи, оставшейся там, где демон волок прочь изломанное тело благородной рептилии. Но сейчас на руины смотрит не этот вымышленный следопыт, а Нориан. И не только она. Это место осенено странным, едва ощутимым присутствием. Словно взгляд, лишенный смотрящего, эта загадочная, чуждая смертным сила беззвучно оценивает, осуждает, ищет способ улучшить. На миг Нориан поддается этой силе и тоже видит мир ее глазами. Прошлое, настоящее и будущее предстает перед ней, как единое целое. Прошлое, неподвижный, многомерный кристалл, который был бы прекрасен, если бы не множество уродующих его трещин, изъянов, вскраплений. Каким ей видится прошлое? Каким ей видится настоящее, каким ей видится будущее? Так, прошлое. В прошлом существует тот, кому при жизни принадлежал этот взгляд. Впрочем, тот и жизнь – неподходящие термины для зоны. Эонов. Эоны. Там, где нет места страстям, милосердию, разуму, безликие хранители реальности трудятся без устали, молча, отстаивая сохранение баланса, от которого зависит жизнь всего сущего. Эти безмолвные силы – ионы, непостижимые скульпторы и очистители мультивселенной. Их цели и методы недоступны для понимания большинства обитателей планов. Ионы воздвигают порядок в хаосе Мальстрема. Сеят семена новой жизни в пустых мирах, останавливают буйство сил. Они же уничтожают целые народы, стирают планеты в облаках космической пыли. Эоны представляют собой нечто вроде руки воображаемого всемогущего часовщика, бесконечно настраивающего и отвлаживающего мириад механизмов реальности, добиваясь их безупречной работы. Сторонних воплощений мирового баланса, сущности для описания которых лучше всего приходит ни слово кто и даже ни что, а как. Этот эон явился извне этого мира, из великого предела. Великий предел – термин, охватывающий все планы, которые вместе составляют мультивселенную, такой, какой мы ее знаем. Эти реальности за пределами нашей реальности, обители богов, а также места происхождения небожественных сил, пригодных для поколения планарных драконов и абсолютно инопланетных рас, чтобы положить конец смешиванию планов и уничтожить мировую язву, трещину, нарушающую порядок во множественной вселенной. Увы, гость извне оказался слишком слаб для битвы, на которую явился. Он не успел даже дочитать заклинание, которое должно было вернуть Дескоре в бездну. Один взмах косы лорда демонов пресек его существование. Каким ей видится настоящее? Руины, кровь, мертвые тела. Все это не смущает беспристрастный взор Эона. Живые – живы, мертвых судит Фаразма. Фаразма. Госпожа гробниц, пара-матерь душ, серая владычица. Фаразма – богиня рождения, смерти и пророчеств. Она направляет души всех. Кто умирает в Галларионе, в их последний путь. После смерти души отправляются по потоку души во внешнюю сферу. На Погост, Фаразме. На вершину самого высокого шпиля, пронзающего астральный план. Одно из древнейших божеств, мультиверсию с ума. Она бережно хранит известные ей тайны судьбы всех душ. Все так, как должно быть. Но демоны, кружащие в небе или крадущиеся по улицам, выбиваются из общей картины. Словно бесформенные брызги крови на строгом черно-белом чертеже. Их не должно здесь быть. Мир смертных предназначен для смертных. Место демонов в мире демонов. О, как прекрасен был бы мир, если бы каждая вещь в нем знала бы свое место. Но даже демоны не так омерзительны, как невзрачный остров-кристалл, затерявшийся в грязи среди кирпичей и развороченной брусчатки. Взор смертного не разглядел бы его, но в глазах Иона само его существование преступление против закона Вселенной. Если бы Ион еще существовал, он не остановился бы ни перед чем, чтобы развоплотить кристалл. Но его больше нет. Остался лишь его взгляд. Подняв кристалл из грязи, Норин прячет его в карман. Она смертная, а значит, в ее власти решать, как с ним поступить. Предмет получен пурпурный каменный нож. Каким ей видится будущее? Добро и зло, хаос и порядок. Все во множественной вселенной занимает свои законные места и более не посягает на чужие. Ничто не нарушает спокойное и плавное течение реки душ. Река душ. Так зовется непрерывная миграция смертных душ с материального плана к погосту фаразмы. Во внешнюю сферу. Там души предстают перед судом, где навеки решается их дальнейшая судьба. Со стороны астрального плана река душ выглядит, как петляющая вдали гигантская серебряная нить. Вблизи же становится видно, как мириады душ движутся сквозь серебристую пелену, подобно рыбиной мерести. Эзотерическая традиция рассматривает реку душ как поток силы, часть вселенской сети магических путей. Их жизни и в смерть, и снова в жизнь. Реальность, избавленная от изъянов, становится совершенной, и Эоны уходит на покой, чтобы вечно любоваться его красотой, которой больше ничего не угрожает. Ничто. Продолжить. Позволив героине увидеть мир своими глазами, то немногое, что осталось от разрушенного, можно ли назвать убитым нечто столь далекое от жизни и смерти, как мы их знаем? Эона исчерпала свою последнюю энергию. Теперь оно готово развеяться в небытие, если только кто-то не решит сохранить его в себе. Сбережет ли героиня эту силу, чтобы однажды вновь взглянуть на мир иными глазами, или позволить ей сгинуть? Требуется путь Эона, сохранить в себе силу Эона. Позволить силе Эона развеяться. Сохранить, конечно. Призрак Эона прячется где-то в глубине души героини, словно волшебные очки, лежащие в кармане, ожидая момента, когда ей снова понадобится взглянуть на мир иными глазами. Завершить. У нас пока никаких мифических путей нет. Но пускай будет. Так, у нас, кстати, здесь есть... Свет Ангелов. Вы призываете успокаивающий свет, сыгрывающий сердца своих союзников. Все союзники выразились за фото получать одновременно очко здоровья на один час, а враги становятся растеряны. Так. Стандартное действие. Так, мы сейчас вернемся вот сюда. Там, типа, есть какой-то невидимый ангел. Ой, не ангел, а это демон. Которого мы сможем раскрыть. Только после того, как мы его убьем, мы сможем расчистить завал. По идее, мы получили какой-то там рядом, у которых были два трупика. У них было какое-то заклинание. Которое должно рассеивать невидимых. Так, это Элементаль. В общем, где-то что-то там должно было быть. Попробуем сначала Свет Ангелов. Ну, призыв чудовища, помощь. Не знаю, как она на самом деле-то и называется. Это, по-моему, уже очень далеко. По идее, у этих должно было быть. Но я как-то здесь не вижу. Весомая броня. Благословение. Так. Бонус. Благословение рассеивает Отповедь. Может быть, и это. Так. Против эффектов ужаса. А сначала попробуем эту. Так, походу, не прокатило. Покрыты медленно таящей коркой льда. Так, значит, надо все-таки поискать. Так, как у нас есть используемые. Здесь у нас все свитки. Так, может их по алфавиту расставить. Оружие, быща, сила. Так, исчезновение. Так, это у нас скрытность, это не то. Так, здесь у нас что? Воздействие на разум. Бросок воли нейтрализует. Так, вряд ли это молебен. Вы призываете милость богов на помощь себе и своим союзникам. Тоже не то. Что-то типа обнаружения, только не ловушек, а невидимок. А вот у нас есть. Увидеть невидимое. Вот это нам надо. Вы можете видеть невидимые предметы и существ, находящиеся в зоне невидимости. Так, вот это, что значит свиток увидеть невидимое. Где мы его получили, я не знаю. Так, кто его может использовать? Так, это не то. Вот это может использовать. Так, как мне тебе его поставить? Так, здесь много свитков. Набирайся. Так, используем. Ах, мы его нашли. Теневый демон. На груди, где-то свиток, он скорее всего вот в этих был. Где-то рядом здесь. Так, что он из себя представляет вообще так, если посмотреть. Унижение урона, исключение доброе или холодное железо. Газовой морозный, распластый. Ладно. Хаутично злой. Бестелесный враг. Вы вступили в бой с врагом теневой демон. Это бестелесный враг, он не получает урона от немагического оружия. Бестелесные существа получают половину урона от магического оружия и заклинаний. Призрачное оружие наносит им полный урон, а немагическое оружие не наносит урона вовсе. Чтобы эффективно сражаться с этим врагом, вам стоит воспользоваться следующим. Вольф, жир. Так, ну это у нас то, что финиан, говорящие оружие. Так, что с ним взять можно? Нельзя. Так, увидеть невидимое. Вот нам надо где-то такие, видимо, свитки понакупать. Надо только не забыть. Теперь атлетика 10 требует, чтобы перескочить туда. Так, все. А, ну просто расчистить. Так, что здесь такое было? Сокровенное. Композитный длинный лук. Так. Неопределено. Определим. Так, и мы еще взяли тигр. Призывает пиццомца кота. Звериные инстинкты кота обеспечивают бонус боевого духа плюс 2 к проверке на опыт внимания и знания природы. Так, это сюда. Надо понимать, кто призывает. Тому бонусы и идут. Допустим, у нас моего духа. Так, знание природы. Смотрим. Допустим, у нас знание природы плюс 6. Пока плюс 6. Так, хорошо счет, что там было. Внимание. Пустим, 13. И, видимо, не складируется. Так, внимание, 11. Правда, нет. Так, что-то с ним не то. Так, ну хорошо, если этого взять внимание, 11. Здесь у нас внимание плюс 1. 13. Плюс 1, да. То есть, кто использует, там не дается. Так, очаровательный рыжий котей с тигриными полосками. Тигр не всегда дружелюбен, но когда вы уснете, он непременно свернется к колочкам рядом с вами. Так, про этих. Здесь ничего. Здесь тоже. Только про тигра. Так, ладно. Мы с этим решили. А то покоя не давало. Так, теперь мы тогда отправимся дальше. Здесь у нас выход в храм Дезна. Мы потом пойдем, куда здесь все осмотрим. Так, перевес, в принципе, я думаю, можно выкинуть все вот эти вот тяжелые-тяжелые. Смысл это мне все равно. Смыслы нет. Потом при выходе все равно обратно заберем. Потому что на локации было. Тебе сможешь сходить. Тебе мы все равно попозже сходим. Так, это у нас мы уже нажимали. Страдом верят, что совсем недавно здесь была праздничная ярмарка. Так. Так, мы получатся, с какой стороны-то упали. Так, прямо непонятно. Да, вроде где-то здесь стояли. Хотя, возможно, где здесь стояли. Вот так воссоздать сложную ситуацию. Может здесь стояли? Здесь, скорее всего. А он ее понес отсюда. Ладно. Не будем вас создавать так, если F1 нажать. А, не будем. Трофеи. Полуменочный болт. Надеюсь, это арбалетная болта может выстрелить и нести 50 единиц урона, который невозможно игнорировать или снести. Этот болт не промахивается. Прекрасно побольше таких. Наверное, только один. Где они? 50 должно быть. Не только один. Эти 50. поднимемся наверх к этому неизвестному. Который говорит, что молчание тоже ответ. Этих горожан убили не демона. Смертельные раны нанесены обычным оружием. Так-то мы сюда. Я есть ответ. Но каков вопрос? Так и пошел. Может, за ним надо ходить? Куда-нибудь спрячется? Ну все, он исчезает. Ладно. Если мы его еще раз найдем, то случайно. Смертельный для меня. Попреки всем бедам, статуя и омидай, как прежде, гордо возвышается над улицей. Напомнит нас блондинка. спуститься вниз, это куда? Туда. Так, сейчас спустимся. Что здесь не проверили? Там осталось сюда зайти и здесь спуститься. Рамьян. Возлюбленный брат мой, я, конечно, уважаю твое рвение, но не кажется ли тебе несколько несвоевременным охранять яму, из которой никто и не думает появляться? Или может быть ты опасаешься, что кто-то решит совершить вечернюю прогулку, заглядиться на витрины и невзначай упадет в нее? Какая предусмотрительность похвальна? Но право же, разве для этого нужно столько солдат? Неужели твоим бойцам нельзя найти лучшего применения? К примеру, сражаться с демонами или разбирать завалы, пока под ними еще может быть кто-то живой? Пока демонам все еще не удалось окончательно сломить защиту кафкинабресса, но время уходит. Лицо этого златокудрового Азимара прекрасно даже по меркам народа, в чьих жилах течет ангельская кровь. Его музыкальный голос весел, но в глазах видим горький упрек. Не смей называть меня братом, еретик. Этот суровый старик недавно пережил тяжелую битву. Его доспехи измяты и покрыты кровью, а не естественная. Бледность указывает на нечто более опасное, чем раны, нанесенные когтями и клыками. Тем не менее, его взгляд тверд, а голос, привыкший отдавать команды резок и четок. Как тебе совести хватает упрекать меня, что я мало делаю для безопасности в городе, особенно теперь, когда адепты твоего храма попались на измене. По мне, так, вы ничем не отличаются от демона-поклонников. Такие же смутьяны, такие же кроты, подкапывающие городские стены. Всем известно, дрожащий прилад, что в своем родении и порядке в городе ты давно разучился отличать друзей от врагов, а добро от зла. Так вышло и с моим адептами, чья измена заключалась в попытке спасти город. И все же я вынужден повторить, сейчас, пока мы тратим время на споры, под завалом гибнут люди, люди, которых мы могли бы спасти, если бы ты отрядил на это дело своих бойцов, а не держал бы их здесь, вокруг бесполезной и безопасной дыры в земле. Безопасной? Если так говоришь ты, значит там точно кто-то есть, небось твои подельники, только и ждут, пока мы оставим пост, чтобы вылезти и снова попытаться. Старик замечает ваше приближение. А, ты, я помню тебя, ты появилась в моем кинобрейсе в тот день, когда напали демоны и погибла Теренделев, а ну отвечай, что ты тут делаешь, иначе я живо тебя вверх ногами подвешу. Ты не смотри, что демоны меня ранили. Мне еще хватит сил расправиться с сотней таких, как ты. А это еще что за страхолюдище? Халран с подозрением осматривает Ланна. Лан, к вашим услугам. Монгрел склоняет голову в поклоне. Мои предки сражались в первом крестовом походе. Я всю жизнь живу в кинобрейсе. Неужели вы меня ни разу не видели? Ах да, вы ведь не бываете в нашем подземном районе. Мы как раз хотели пожаловаться градоначальнику, что у нас давно-давно не чинили мостовую. Первый крестовый поход. Монгрел значит? Хм. Человеческая речь похоже обучен. Уже неплохо. Ладно, живи пока. Прилат смотрит на вас. На беда курит? Спрошу с тебя. Кстати, я так и не получил ответа. Ты кто такая? Я крестоносец. Я бьюсь, чтобы освободить кинобрейс от демонов. А ты кто такой, чтобы я перед тобой отчитывалась. Желаешь сразиться? Это можно. Так, это видимо перейдет в бою. Так, я крестоносец. Крестоносец? Фу. Это еще проверить надо. Ты видно не знаешь с кем говоришь. Кто здесь крестоносец, а кто предатель? Это решаю я. Халран Шепак. По милости ее величества Гоуфри. Прилат кинобрейса. Защитник города от угроз внешних и внутренних. И как мы видим в защите города ты преуспел. Златокудрый Азимар горько улыбается. Я Рамьен из Эдне настоятель храма Дезне ныне увы лежащего в руинах. Премудрого Халрану кажется необходимым охранять вот эту дыру в земле. Откуда как ему чудится вот-вот полезут демоны. Я же пытаюсь убедить его что в городе сейчас имеются несколько более важные дела. К примеру спасение умирающих под развалинами. Знаешь что? Пожалуй в городе и правда есть одно более несущее дело чем охрана этой дыры. Я долго откладывал это дело и посмотри к чему это привело. Надо было повесить тебя на воротах еще когда ты осмелился защищать свою шайку продавшихся демонам смутьянов. Если бы саркарианцы вовремя вздернули Арилу Ворлэш Арилу Глядишь и никакой войны бы не было. А я их ошибки не повторю. Медлить не стану. Солдат схватите мерзавца. Прилат опомнись сейчас страшные времена но угрожать повешиванием без суда не дело для слуги Иомидай. Старик впивается взглядом в силу. Не забывайся девушка мы служим одной богине но ты не инквизитор не ставь под вопросы мой способ служения Иомидай как я не оспариваю твой. В чем именно ты обвиняешь Рамьена инквизитор требуется путь ангела явить свет небес смотри инквизитор я не судар ангела погибшего в пещерах под Кенабресом и я тебе точно не враг законопослушному ты в своем праве Халран таким смутьянам не место среди крестоносцев хаотичному не смей трогать его или больше не делать со мной первое В измене незадолго до атаки на город несколько адептов из его храма попытались тайно проникнуть в страж камню и провести над ним неизвестный ритуал Халран буквально дрожит от ярости страж камень Кенабреса дар светоносной Иомидай созданная лично ее геральдом первой в цепи и кучка последующей безумной богини лезет к нему со своей магией послушав некий голос и снов жрец Рамьен помешал моим людям когда они почти схватили изменников и те смогли скрыться я допустил ошибку не швырнув его немедленно в темницу и не допросив со всей строгостью и вот город лежит в руинах ошибку пора исправить я говорил тебе и скажу снова мои люди предвидели нападение на город знали о том что страж камень уже несет в себе зерно скверное и просто пытались его исцелить где-то я уже слышал подобные речи ах да от Стонтона Вейна предателя погубившего Дрезан уроки прошлого нас многому научили именно поэтому я ни дня не верил тебе и твоей шайке и не ошибся попробуем явить свет небес старик хмурится и шепчет что-то молитву или заклинание с каждым словом лицо его разглаживается ты не лжешь свет твоей руки рожден силой небес небеса я готов к тебе присмотреться незнакомка и позже в более спокойной обстановке хотел бы тебя расспросить о том как ты получила этот дар но это ждет сейчас я должен завершить дело с этим смутьяном так ты в своем праве халран таким смутьянам вместо святи крестоносцев так на это нажимать конечно не очень хочется это к хаотичному так промолчать ну если что загрузимся так промолчать равнец смотрит прилату в глаза ты глупец халран еще ты изувер и убийца но прежде всего глупец я говорил тебе что страш камень ослаблен ты не послушал я предупреждал тебе что на город готовится нападение ты прогнал меня в конце концов мои юные адепты попробовали спасти страш камень и ты им помешал в этой трагедии конечно виноваты устроившие ее демоны но ты не сделал ничего чтобы предотвратить ее а теперь ты скорее убьешь невиновного невиновного и погибнешь сам чем признаешь чтобы он не прав как всегда взмахнув жезлом азимар растворяется в воздухе так убежал ауран переводит взгляд на вас ну а ты если ты действительно отмечена даром небес так помоги городу разыщи этого смутьяна я почти уверен что он и его шайка помогали демонам либо намеренно либо по неведению попытка зачаровать страш камень явно о том говорит арамьен должен быть схвачен я вижу ты серьезно пострадал в бою почему ты так эрективно ищешь везде врагов арамьен действительно предупреждал тебя об атаке в этой дыре нет ничего опасного тебе не за чем ее хранить где я могу найти рамьена хаотичного напасть без тебя этот город станет лучше серьезно мне нужно идти так первое таркий спор о вере убить рамьена эй ерунда пришлось расправиться с выводком на басу ничего с божьей помощью и покрепче врагов убивали так успех проверки на указание магии на басу также известны как демоны смерти обладают способностью вытягивать из жертв жизненную энергию и судя по бледности хаорана он лишился немалой доли сил как бы инквизитор не храбрился сейчас он далеко не на пике своих возможностей почему ты так критила ищешь везде врагов почему почему ты наверное не из местных или не задавала бы таких вопросов я ищу везде врагов потому что у нас и правда везде враги с кем мы воюем с демонами демоны и культистами они мастера обманывать втираться в доверие принимать всякие лживые облики дрэзен разве силой взяли нет обманом если бы не я то и кенобрес также обманом давно бы захватили вот послушай что я расскажу это давно было я тогда был совсем молодой только заступил на службу в кенобресе тогда был не военный гарнизон а проходимый двор проходной двор входи кто хочешь вот демоны этим и воспользовались как-то раз на рассвете в городские ворота не таясь вошла группа беженцев их и впустили а что всегда всех впускали и ничего нас же тут каждому рады пришел ты из Мендева или притащился из-за моря в крестоносное движение всякого примут да только в тот раз мы за свою беспечность дорого заплатили как только мы пустили этих невинных овечек в город как они обернулись демонами и рванулись к страшкамню разрывая всех кто стоял на пути 62 человека погибло меньше чем за минуту их растерзанными их растерзанными телами демоны изморали обелиск близко-то подойти не смели свет богини их шок так они издалека бросали да так что брызги во все стороны а главная демоница мразота безглая Минага ее звали еще и глумилась вас смертных можно голыми руками брать и без соли жрать и ведь права она была каналья расслабились мы вот и получили ту резню потом назвали кровавой зарей и на всю жизнь запомнили с тех пор в городе начались другие порядки еретиков культистов шпионов всю шваль что мечтала о славе Арилу вымели поганой метлой больше такого у нас не случалось много кто сюда приходил даже сам Балар Карамзадех Карамзадех стратег мировой язвы Балар Карамзадех один из самых могущественных генералов Дескари но опасность он представляет не только благодаря личной боевой мощи он зовется стратегом мировой язвы и является самым умелым военачальником среди демонов в недалеком прошлом он руководил одним из самых успешных походов на Кеннабрес и едва не уничтожил Страшкани достижение которое в итоге покорилось только самому лорду Дескари и все отправились в Освояси или тут же и полегли как видишь чтобы сломить нашу оборону понадобилось чтобы из бездны вылез сам Дескари проклини его богине да и то он ушел а мы продолжаем сражаться вот что значит длительность и дисциплина Рамьян действительно предупреждал тебя об атаке эти сумасшедшие Дезниты Дезни Дезна великая мечтательница госпожа удача и матушка Луна вечно врывались ко мне в кабинет со своими бессвязными пророчествами которые им привиделись во сне ворот не буду бывало что и угадывали правду но разве можно полагаться на сновидение еретиков как на донесение разведки среди демонов немало тех кто легко одурачил бы их и нашептал любой предательский замысел во снах а эти лунатики рады были слушать в этот раз господин кудри вместо гмазгов явился ко мне и заявил что на город вот-вот нападут демоны а сила страшка меня будто бы ослаблена какой-то порчей или изъяном прости меня и умедай за такие слова после такого святотатства его надо было вместе с последователями отправить за решетку и допросить как следует но вместо этого я просто усилил на за ними слежку и что же мои люди поймали их за руку при попытке атаковать страшками неизвестной магии и трех дней не прошло как демоны напали на город неужели не очевидна связь между этими событиями сознательно или из-за демонских козней но дизниты играли на руку ордит и скари чуть не сделав город полностью беззащитным Карамьен покрывал своих людей до последнего и помог им сбежать от моей стражи и как его после этого называть если не предателем и еретиком в этой двери нет ничего опасного тебе не за чем ее охранять ты сама мне сказала что получила светоносный дар от ангела погибшего в пещерах под нами не секрет что эти ходы кишат опасными тварями способными убить кого угодно даже воины небес демоны и демонские отрудия любят бродить под землей так что я намерен присматривать за провалом если твари решат напасть оттуда мы будем на щеку где я могу найти Рамьена а я почем знаю далеко этот гаденыш убежать не мог стал невидимкой небось забился в какую-нибудь дыру как положено предательской крысе и сидит там дрожит ждет когда его оттуда вытащат когда на тебя прилад крысица это самое разумное занятие какое только можно представить тебе вообще трудно представить за каким-то другим занятием и это работает как видишь я еще жив так ну нападать мы не будем мне нужно идти нужно так иди и хорошо бы тебе вернуться с головой этого смутьяна Галев внимательно смотрит на Халрана я помню тебя когда мы с папой приехали в этот город ты нам ты нас встретил что за чепуха делать мне больше нечего устраивать встречи разным бродяжкам но это правда ты и другие рыцари привязали нас к столбам и стали сжечь на костре папа умер а один из твоих рыцарей потом передумал и вынул меня из огня но потом он тоже умер а разве ты и не помнишь если жгли значит было за что говоришь какой-то предатель помог тебе сбежать с костра это само по себе преступление выходит ты все эти годы пряталась от правосудия если бы не вторжение я рассмотрел бы твое дело и пожалуй завершил бы казнь твое счастье что сейчас у нас есть дела поважнее он тогда был не как сейчас седой и весь в морщинах а молодой с такими большими усами широко улыбаясь уголек рисует пальцем в воздухе пышные усы он наверное меня давно забыл ведь прошло много лет но я хочу сказать я не сержусь этот рыцарь настоящий герой он просто очень-очень хотел защитить свой город вот и перепутал случайно кто злой а кто добрый Харан ты отправил на костер невинное дитя не желаешь ли попросить прощения ты прощаешь его после того что он с тобой сделал закон о послушном напасть за это я убью тебя мерзавец закон о послушном уголек хватит болтать всякие глупости идем уголек так первое фу еще чего мало ли кто выглядит невинно как эта девчонка умудрилась выжить на костре и что это за галка вокруг нее летает присмотрись получше к этой невинной овечке по мне так она выглядит на редкость подозрительно так ты прощаешь его после того что он с тобой сделал он думал что поступает правильно откуда ты знаешь может быть и ты однажды сделала что-то думая что это хорошее дело а на самом деле несправедливо кого-то обидело а может быть может быть и я тоже так делала не для сердится на других за ошибки когда ты может быть и сам ничем не лучше так нападать мы не будем наверное пока идем уголек да пошли пока-пока добрый рыцарь девочка с беззаботной улыбкой машет халран тот скривившись отворачивается завершить диалог так хоронимся инквизитор смотрит на вас изучающий но с чем пожаловала так напомни кто ты такой почему вы так ретиво ищешь так ретиво ищешь здесь везде врагов так демона рмена хаутичного допустим напомни а если немножко по-другому не знаю кем надо быть чтобы не знать меня ехал раншепок приладки на бреса по милости ее медаль инквизитор по милости ее величество гофри защитных города от угроз внешних и внутренних так почему здесь у нас то же самое так здесь у нас то же самое так здесь у нас что-то другое назад бы вернуться так ну как ты узнаешь кто дурак а кто умный иногда самые умные люди делают самые большие глупости мило говорят и простая палка стреляет но некоторые люди делают глупости постоянно раз за разом и очень этим гордятся так что здесь у нас было и дедине мозоль глаза так в его словах есть резон благонамеренные дурачки на войне могут быть опаснее вражеских стрел так хорошо еще раз повторить нет так ни за чем и слышно желая демона прячется под землей они только и ждут подходящего момента чтоб вылезти наружу а что это ты пытаешься меня отсюда выманить а халран подозрительно осматривает вас с ног до головы может ты тоже из культистов хочешь помочь своим дружкам под землей халрана не проведешь шагу отсюда не ступлю а будешь болтать глупости вздерну тебя как предательницу не отговаривала шепчет вольшиф пусть лучше торчит здесь и охраняет эту дурацкую дырку в земле чем чем ну знаешь будет где-то еще делать что-то другое что он обычно делает где я могу найти рамьена так а я почем знаю так хорошо стал невидимкой так ладно пока мы его трогать не будем надо найти рамьена так у нас еще действует еще 22 минуты так только где бы его найти так а мы сейчас к подсказке обратимся посмотрим где он находится так я посмотрю он стоит здесь просто чтобы его не искать это бы мы сюда все равно пошли потом в принципе бы его нашли в принципе даже проверка внимания нужна была а не вот этот свиток златокудрый азимар приветствует вас изящным поклоном итак ты меня нашла бежать мне больше некуда я в твоей власти убей меня если хочешь но прошу прежде выслушай ты действительно заранее знал нападение демонов почему вы с халураном враждуете почему ты не уйдешь в безопасное место законопослушный напасть тебе конец смутьян первое да у нас есть тайная союзница в стане врага никто не знает кто это отважная душа но она то и дело передает нам сведения о плавах демонов эти донесения приходят по надежнейшему каналу связи дарованному нам с самой великой мечтательницей Дезна в сновидениях прелат халуран всегда отметал их как пустые грезы что ж признаю не всегда просто отличить послание союзника от обычного сновидения но даже простые сны это дары Дезны их нельзя оставлять без внимания не только прелату но и всему командованию крестоноса следовало бы меньше полагаться на доводы рассудка и больше на интуицию наития спонтанность кроме того незадолго до нападения в город прибыл слепой эльф называющий себя сказителем этот странник был не только собирателем легенд но и исследователем неизведанного по его словам страшками нашего города первый главный в цепи страш камней уже давно был ослаблен на грани осквернения похоже кровавая заря и другие нападения демонов пусть и отбитые все же не прошли до него бесследно к сожалению прилад не пожелал слушать и его и спасибо еще что не отправил беднягу на костер в наших руках были ценнейшие сведения которые возможно могли бы спасти город но никто не желал слушать до самого катастрофического конца не все сны приходят от друзей что если их вам посылали демоны допустим другое время в другом месте кто-то может быть и мог бы стать жертвой обманчивых сновидений насланных чудовищами но здесь на войне с бездной богиня особенно внимательно приглядывает за своими вернейшими последователями не сомневаясь если бы демон осмелился вмешаться в сны одного из нас дезна немедленно бы его покарала но насчет применения странных ритуалов страж камней рамен кажется немного смущенным когда мои попытки открыть глаза халраны не увенчались успехом несколько молодых адептов решили взять дело в свои руки моего и не требовал железной дисциплины от своих жрецов подчиненные есть у командиров в армии у меня ученики единомышленники я могу лишь вдохновлять их но не командовать вот они вдохновились другими словами ты радостно проповедуешь но ответственности за паству на себя не берешь отлично устроился помилуй но как же я могу отвечать за чужие поступки мы ведь говорим не о детях это взрослые люди наделенные слава богине свободной воли свободной воли конечно мы все помогаем друг другу чем можем но в конечном итоге каждый сам решает как поступать и сам отвечает за свои дела они не хотели ничего дурного только тайно пробраться к страшкамню и попробовать его очистить но для халрана это было провести подозрительный ритуал наслушавшись еще более подозрительного голоса и снов дети хотели спасти свой город а инквизиторы выкрутили им руки и чуть не убили мне пришлось вмешаться использовать авторитет и жреческую силу чтобы дать ребятам убежать иначе их ждали бы казематы и прилата и возможно казнь почему вы с халрану враждуете о я с ним не вражду я искренне желаю этому человеку всего наилучшего в идеале я желал бы ему спокойной жизни на пенсии подальше от линии фронта если уж это невозможно я всегда старался помочь ему выполнить миссию которую он на себя возложил и для которой оказался совершенно непригоден защитить кинобреса демонов к сожалению он вбил себе в голову что служители дезны еретики и вредители он не желал меня слушать и лишь рыцарские ордена удерживали его от того чтобы включить из нас чтобы включить и нас в свою охоту на ведьм очевидно теперь ему ничто не мешает от нас избавиться возможно ли уладить ваш конфликт жаркий спор о вере попытаться убедить халрану оставить рамьяна в покое не знаю халран истинно крепок вере и не только в его медаль но и в собственную непогрешимость иными словами он твердолуб словно каменный тролль и все же дезна учит нас не оставлять надежду поговори поговори с ним попробуй объяснить что мы сражаемся на одной стороне если он нападет разоружи его свежи руки но прошу если это будет возможно постарайся не убивать к злому я думаю будет проще просто убить халрана ну да почему ты не уйдешь в безопасное место потому что людям может понадобиться помощь и они пойдут к храму в поисках жреца я не забьюсь в нору спасая собственную жизнь пока в кинобрессе остаются пострадавшие от нападения демонов горожане так хорошо мне нужно идти постой где-то здесь среди руин прячутся трое моих адептов те самые кого инквизитор несправедливо обвинили в измене прошу найди их и защити от демонов и линчевателей подобных халрану они не успокоятся пока не схватят их так взгляд устремленный к звездам узнать судьбу пропавших адептов дезна если еще хоть что-то можно сделать для спасения кинобресса прошу сделай это илкес незнакомка подожди ты не накинулась на рамьяна как просил этот чокнутый инквизитор молодой голос окликающий вас звучит из пустоты ох забыл снять заклинание надеюсь халрановских псов рядом нет перед перед вами появляется бледный плохо спавший последние несколько ночей но явно обрадованный юноша опыта получит 17 так ты один из тех адептов дезна что пытались пробраться к страшкам где твои товарищи и сколько их я могу вам помочь злом напасть такие как ты не нужны этому миру мне пора первое да я илкес жрец дезны и один из тех кто откликнулся на призыв голоса во снах некто загадочный обращался к нам через сны рассказывая о планах демонов так мы узнали что демоны собираются напасть на кинобресс и сотворить что-то ужасное с нашим страшкам в котором уже поселилась скверно прилад халран не прислушался к предупреждению мы могли или сложить руки и отступить или действовать рискуя головой но какая неравнодушная душа может остаться без действия когда угроза столь смертельна что именно вы собирались делать со страшками как вам вообще пришел в голову такой план законопослушному что же вы выступили против халрана ведь он официальный правитель города хаотичного и как только такой фанатик как халран смог стать столь уважаемым защитником кинобресса вся эта грязня между крестоносцами меня утомляет первое юноша мешкает собирались добраться до него и действовать по обстоятельствам нас было трое жрец волшебник и бордесса мы многое знаем и умеем если бы нам дали время наверняка разобрались бы что происходит со страшками и как его исцелить но времени нам не дали да ну и задачка местным командирам досталась какая-то детвора ломится к страшкам вроде свои но кто их знает тило вздыхает парень я чувствую что зла в тебе нет я такое чуять умею но дурость и действия наобум штуки опасные вот по себе знаю то есть мы бы решили что надо срочно что-нибудь делать и срочно что-нибудь сделали отличная работа лом саркастически аплодирует а что городские власти сработали лучше они решили не делать ничего хотя оказывается заранее знали об опасности они заранее знали только то что каким-то чудакам что-то привиделось во сне а впрочем сейчас наверное поздно искать виновных виноватых как вам вообще пришел в голову такой план как он мог нам не прийти в голову горячный звучит в волосе юноша послушай дезна богиня удачи но то как понимают удачу многие миряне и то как ее видим мы последователи песни сфер не одно и то же другие могут считать удачу чем-то вроде блага доставшегося просто так щедрой но незаслуженной наградой мы видим ее как великий закон мироздания согласно которому даже в самый темный час в самой безвыходной ситуации может родиться шанс на спасение изменения к лучшему но этим шансом надо воспользоваться а лучше создать самому последователи дезна точно не из тех кто любит праздность и бездействие поэтому когда над кенобресом нависла беда мы выступили как учит наша богиня взяли дело в свои руки и попытались в отчаянный момент вырвать у судьбы свой шанс вы хотели сделать как лучше разве за это можно наказать наказывать иногда даже нужно так ну законопослушному и что же вы выступили против халрана ведь он официальный правитель города ну и что говорит жрец с поразительной беспечностью подчинение недостойным лидерам один из главных пороков нашей цивилизации слушая таких как халран мы никогда никогда не победим демонов сделанный выбор законопослушному что это еще за голос который вы слышите во снах где твои товарищи и сколько их я могу вам помочь так мы слышали во снах этого никто не знает но всякий кто слышал вернее ее уверился что это добрая и чистая душа отмеченная дезной у нас был выбор или поверить ей принять что где-то у нас есть союзница не боящаяся всех армии бездны или утонуть в подозрениях стать на шаг ближе к таким как халран мы поверили и глядя на разоренный кенобресс который наша союзница пыталась спасти до последнего я ясно вижу за кем была правда где твои товарищи и сколько их к счастью или несчастью я не знаю где они мы разделились чтобы сбить преследовавших нас инквизиторов с толку я могу вам помочь дезна учит верить в отчаянный шанс послушай моих друзей зовут аранка и тал тихоня тал аранка прекрасная певица и настоящая красавица у нее много друзей поклонников она наверняка попытается спрятаться среди людей взгляд устремленный к звездам найти аранку адептку певицу тихоня волшебник но не думаю что он станет использовать магию это только привлечет внимание инквизиторов его найти сложнее лучше тебе отыскать аранку первой она может знать где тихоня пожалуйста найди их и защити от демонов инквизиторов я буду дожидаться вестей в храме богини надеюсь что наша тайная союзница пришлет новое послание которое подскажет чего ждать от демонов мне пора да пребудет с тобой дезна незнакомка это наш трофей так и ушел туда нашел потом туда зайдем сохраним трещина в земле оставленная огромной косой пескаре так это не читали так мы вот сюда еще не ходили здесь у нас полран имеет смысл сейчас говорить или нет так инквизитор смотрит на вас изучающий но с чем пожаловала я говорила с Рамьеном вам не за чем враждовать он желает кинобрессу только добра инквизитор грозно хмурится из уст кого другого я эти слова посчитал бы признанием в измене но я не хочу обнажать оружие против той кто отмечен даром небес по крайней мере если ты не дашь мне более серьезного повода чем потакание смутьяну Рамьену опыта получено 400 я не стану снова требовать от тебя убить смутьяна но как только мы освободим город от демонов мои люди им займутся опыта получено 90 мне нужно идти жаркий спор о вере так сообщить Рамьену о решении халрана идти иди иди не мозоль глаза так ладно сейчас здесь еще пробежимся истории которые рассказали нам духи рыцарь с израненными руками союз медиум кинобресса так это уже второе так два блюда с кровоточащими людскими сердцами так это уже было я уже знаю что быстрой смерти он мне не подарит это было так а вот по моему наш друг врок это ведь ты меня призвала позволь тебя отблагодарить так перейти по стволу куда а ну да мы здесь пробегали с этой стороны пробежали так ладно обратно так щит тяжелый щит пока все берем так это мы вернулись откуда начинали, так хорошо здесь пробежимся здесь у нас холра, так осталось только вниз попасть, так ладно расскажем этому все ок, мы уладили так я не стану бежать, убей меня если хочешь, но прежде выслушай, мне удалось немного успокоить холрана, но он намерен изгнать тебя из города, когда нападение демонов будет отбито рамьян опускает голову, наверное я должен радоваться, но внутри все горит от такой глупости и несправедливости, я покину кинобрез, но конечно не раньше мы изгоним демонов, в любом случае благодарю тебя Ирабет Терабейт из Орденного Дозора собирает выживших в таверне Сердца Защитника, ты там очень пригодишься жаркий спор, сообщите рамьяну о решении холрана, убить рамьяну так, окончен спор командир Терабейт, я не знаком с ней лично, но ее супруга Амире достойная прихожанка нашего храма, буду рад помочь им в борьбе мне нужно идти Благодарю, что выслушала и защитила меня, я отправляюсь в Сердце Защитника, надеюсь мы там еще увидимся, дохранит тебя Дезна Общее дело, жрецы Дезна присоединились к крестоносцу так, смотрим, что у нас здесь изменилось вообще так, здесь у нас Сердце Защитника жаркий спор о вере так, в списке тех, которые считаются неприличным обсуждать за обедом, религия занимает одну из верхних строк Несогласия по этому вопросу могут заставить даже благодушных обывателей в уютной столовой вцепиться друг другу в глотки, что и говорить о служителях веры посреди разрушенного войной города Халран, Прилат и Инквизитор Иомидай считают, что место Рамьена, жреца Дезна, в земле у того, конечно, на этот счет иное мнение поможет ли им кто-нибудь разрешить этот спор Убить Рамьена Прилат Халран не успокоится, пока Рамьен не умрет впрочем, зная Прилата, можно не сомневаться, что он не успокоится и после этого Сообщить Рамьену о решении Халрана Сурового Инквизитора удалось убедить, сменить отношение к Рамьену Теперь вместо смерти жрецу Дезны грозит лишь изгнание Рамьену стоит услышать, какая судьба ему уготована Попытаться убедить Халрана, оставить Рамьена в покое Рамьен наивно верит или убедительно притворяется, что верит будто их с Прилатом спор можно разрешить миром Так, окончен спор между двумя служителями веры Любопытно, что станет со смертными, когда сами боги устанут сдерживаться и решат разрешить свои противоречия раз и навсегда Вероятно, начнется такое, что дни крестовых походов покажутся смертными временами мира и процветания Так, взгляд устремленный к звездам Так, в стане богов, зовущихся добрыми, единства порой еще меньше, чем среди грызущихся лордов-демонов Инквизиция Кенобреса, служащая цветоносной Иомидай Обратилась против адептов Дезны Богини удачи, странствий и сновидений Порой судьбоносный выбор должен быть сделан там, где ждешь его меньше всего Узнать судьбу пропавших адептов Дезны Группа адептов Дезны обвинена инквизицией Кенобреса в попытке выкрасть рожками Им удалось скрыться от преследователей Чтобы не двигало этими заговорщиками, их стоит разыскать Найти Аранку адептку певицу Прекрасная бордесса Аранка нашла прибежище где-то в городе, среди друзей или поклонников Она едва ли откроется первому встречному, но ее можно разыскать по примете Прекрасному таланту певицы и музыканта Так, ну хорошо, это где-то в городе Но здесь-то вряд ли Так, ладно Пока ничего Так, спускаемся тогда вниз Где-то здесь у нас проход Так, может кто-то еще скажет Что-нибудь новенькое Так, нет Тогда движемся сюда Так, крестоносцы Древковая праща ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну сначала по краю пройдемся Спас-броски Ваш персонаж Марин провалил Спас-бросок против способности Плавающего Дуга Использованный противником Кузкист-Разрушитель Многие вредоносные заклинания позволяют целью сделать Спас-бросок, чтобы частично или полностью избежать его эффектов Спас-броски бывают трех типов и зависят от конкретной характеристики Стойкость, от выносливости, реакция, от ловкости, воля, от мудрости Бонусы к Спас-броскам можно получить от экипировки, эффектов заклинаний и черт Чтобы усилить Спас-броски, ваш персонаж рекомендуется повышать характеристики Носить защитные предметы, экипировки, такие как плащ устойчивости, использовать защитные заклинания Так, мангрел, мангрел Молодой мангрел озирается по сторонам, стараясь не смотреть вверх Может, обратно? Это место не для нас, оно слишком открытое Не поймешь, с какой стороны враг подбирается, и воздух, почему он все время так быстро движется Другой мангрел смотрит прямо перед собой, судорожно сжимая клинок Нет, ни шагу назад, это наше испытание, не смотри ни на что, кроме цели Во время столкновения с Хасилой и демоном Саввамилехом вы воспротивились кровавой ярости, разбудив в себе свет небес Вы вылезли, таки То, что считаете нужным Так, первое Юноша обращивается к вам У него лишь один здоровый глаз, вместо второго бугристый нарост Это же ты, благодаря тебе мы вышли наверх сражаться с демонами Лабиринт пал, но Сул все медлит Он старик всего боится, но мы не можем сидеть сложа руки, когда наверху творятся великие дела Мы попытались идти за тобой через охранный лабиринт Вышли в подвалы какой-то крепости, но там, там слишком много демонов Зато мы раскопали другой ход в город, несколько дней к ряду копали Мы готовы сражаться Так, ну допустим, вот это Обратно? Уф, ну раз ты так просишь, то конечно То есть, засада, это отлично Да, я понял, нападем из-под земли сразу же, как услышал, что началась заваруха Молочня неплохо держится, но смогут ли они сражаться на открытом пространстве? С непривычки даже мне тяжеловато Лан хмурится, надеюсь, мы поступили правильно Я доверяю твоему выбору, хоть мне это и нелегко Я привык полагаться на себя и на свое суждение Но в тебе есть что-то надежное, заслуживающее доверия Я тебя не подведу, ты можешь на меня положиться Иногда я сама не знаю, что творю Доверять другим – глупое занятие Так, ну первое Лан улыбается Взаимно, полностью взаимно Мы подземные крестоносцы Мы будем сражаться, как наши предки Так, мы куда-то побежали Тела имеют самые разные повреждения Одни с ожогами, другие со следами оружия или когтей Можно предположить, что обезглавлены они были после смерти Все, туда не попасть Так, здесь собственно тоже делать нечего Так, тогда идем наверх Так, нам надо эту сюда поместить Дом пожирает жаркое пламя Так, ну так дома можно спуститься Дом пожирает жаркое пламя Бермик Так, вроде все осмотрели Так, туда нам не попасть Только в дом Так, он не шар Так, ловушка Письмо написанное мелким почерком До вас двигнутся своды славы над вашей головой Ваш интерес к сотворению демипланов понятен Любая личность, достигнув определенного уровня Могущества, жаждет надежного пристанища Спокойного места для изысканий и отдыха Именно поэтому я возлагаю надежды на ваше благоразумие Помните, что любой демиплан Лишь осколок одного из подлинных планов За коими обычно ведется пристальное наблюдение властимущих Надеюсь, вы не прогневали никого из тех Кто держит власть на той окраине Кою вам удалось подчинить Что касается стабилизации То увы, вы мало что можете сделать Когда процесс фрагментации и консолидации уже завершен Тем не менее, я не сомневаюсь Что вы уделили достаточно внимания столь важным аспектам И удостоверились в том Что ваше творение было безопасно для вас и ваших слуг Если только вы не готовите для кого-то изысканную ловушку Ваш коллега Вадррак Тикван Так, что-нибудь тут еще Перстень дома Веспертилио Владелец этого знака может выбрать любой навык и потереть Потереть его Чтобы получить ситуативный бонус Плюс 5 проверкам выбранного навыка на 1 час Владелец должен держать этот знак снаряженным Всю продолжительность действия эффекта Иначе он будет рассеян Куда его Ну допустим Так Как-то не так Любой навык и потереть его Ладно, не надо Так, ладно, прокачаем этот уровень Так, монах просветленный лучник Дальше Так, здесь что мы прокачиваем Скорее всего, мудрость Наверное, здесь мы получим сразу и внимание Сразу 3 навыка Потом 4 вложим в ловкость Чтобы инициативу поднять Силу нет смысла вкачиваться Аризму тоже Мудрость, в принципе, тоже больше нет смысла вкачивать Интеллект Можно, конечно, докачать до 24 Нам дадут плюс 10 к навыкам Но нет Будем ловко скачать потом Так, навыки Убеждения Внимание Природа Так, есть пока что-нибудь на выбор Чего поменьше Это не так важно нам Пусть будет так Тила Ци Так, верный удар При помощи способности Монах может потратить 1 очко энергии Ци Совершив основное действие Чтобы получить мгновенное предвидение Ближайшего будущего И вот следующий бросок на попадание Если он делается до конца следующего раунда Получает интуитивный бонус Плюс 20 Кроме того, на этот бросок Не влияет вероятность промаха Из-за атаки По замаскированной цели Внезапная скорость При помощи способности Монах может потратить 1 очко энергии Ци Совершив быстрое действие Чтобы придать себе ускорение Его наземная скорость Движения на 1 минуту Увеличивается на 30 футов Дубовая кожа Так, здесь у нас К защите Естественного бонуса К защите Плюс 2 Так, опалящий луч Каждый луч требует Успешной дистанционной атаки Касания Для попадания И наносит 4D6 урона огнем Так, ну скорость возьмем Все равно у нас сложность Легкая Лучше бегать быстрее Так, окей Где она здесь появилась Из себя Два раза можно использовать Пока что Попробуем Скорость 75 Так, острый пирожок Плюс 5 И плюс 30 Сила Ци Так, ну теперь она Носится хорошо Так, это надо На двойку поставить Часто будем использовать Походу мы вообще Не будем использовать Не так надо А, все, здесь у нас Ци Потратилась Друг не знаю Где она вообще Пишется Где у нас это Ци Ну да ладно Пока у нас их больше нет Так, она теряет скорость А у нас держать строй Галочка не стоит Так, ну вроде все Здесь больше ничего нет Так, теперь-то вроде На везде были У нас еще перегруз У всех Вновь Так, ну здесь мы никуда не попадем Так, там уже везде пробегали Так, не то Нам не выход нужен Так, теперь сюда Илка здесь нас ждет Не снова было видение Не снова было видение От нашей тайной помощницы Но она говорит То же самое, что и раньше О нападении на Кеннабрес Профеи Буря оваций Как только были свезены В город припасы Для празднования А Геральды Разнесли весть По всем окрестностям Начались торжества Тысячи Кеннабрийцев Вышли на улицы Чтобы приветствовать Своих Незгибаемых Защитников Открывалось Шествие Трубачами И Литоварщиками За которыми Следовали Ордена Братья-крестоносцы С блестящим вооружением И распущенными Знаменами Первыми вступали Рыцари Немеркнущего Света Чистейшие И праведнейшие Из всех Защитников Кеннабреса Столь благочестивы Были они Что окруженные Приветственными Криками И сиянием Восторженных Глаз Многие из них Читали молитвы Словно защитное Заклинание От греха Гордыни Командующий Ордена Досточтимый Киар Кабелин Возглавлял Отряд в окружении Крестоносцев Высших степеней Отец своим Орден Пламенного Копья Неутомимые Преследователи Зла и Порока Известные Своим Упорством И решимостью Тяжелая Тень Лежала На лицах Крестоносцев Слишком Часто Видевших Чудовищные Кошмары Мировой Язвы И Каждодневно Рисковавших Самой Душой Ради Спасения Беззащитных Командующая Миамир Славная Ученостью И Прозорливостью Была В рядах Своих Воителей Шествия Продолжали Крестоносцы Ордена Рассветного Меча При виде Их Стягов Многие В толпе Затягивали Песни Баллады Сочиненные Когда-то Этими Храбрецами На смену Искре Вдохновения Дававшие Жизнь Стихам Иодам Пришла Праведная Решимость Позволявшая Ордену Еще Успешно Вести Войну С бездной Ашус Страйгер Возглавлял Свой Орден Кивая Приветствовавшим Их Горожанам Среди Флагов Орденов Виднелись Из тяги Инквизиторов Последователей Прилата Халрана Неустанных Охотников Навень Денна Инощна Карающих Предателей Иеретиков Замыкали Парад Войны Малочисленного Орлиного Дозора Под командованием Ирабет Тирабейт Что несут Свою стражу Выискивая Шпионов Нашего врага Самым скромным Из всех Орденов Был Орлиный Дозор Уступавший Другим Богатстве Нарядов И числе Последователей Миновав Врата Шествие Проследовало По улицам Города К почетному Караулу Встречавшему Героев Вместе С самой Теренделев Алтарь Дезна Богиня Удачи Покровительница Путешественников Исновидцев Собственно Здесь пока Делать нечего Я думаю Здесь Что-то будет Может потом Будет Надо сначала Всех найти Видимо Так Но я не уверен Что надо Их здесь Искать Доверясь Все-таки Надо Возвращаться Там Здесь Мы Это Убили Можно Скажем По городу Еще Пробежаться Разок Так А что Если мы Себя Поставим Чуть-чуть Вперед Не ошибся Ах Тебе Бежать Будет Быстрее Конечно Если Обгонит Всех Так Сюда Попробовать Еще Трупа у нас Здесь Была Может Кто-то Здесь Хотя Они Ушли Все Все-таки Надо Возвращаться В город Почему Они Оббегаются Здесь Можно Пройти А Это Все Надо Отбежать Действительно Здесь Не Пройти То Есть Мы Неправильно Прибежали Нет По-моему Там Можно Было Перебраться Да Там Нужна Была Атлетика Так Ладно Сейчас Выйдем И Зайдем Обратно Так Будет Проще Так Это Надо Будет Все Собрать Субтитры 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 Субтитры